здравствуйте дорогие садоводы вы смотрите канал сад для души подписывайтесь на канал нажимайте на колокольчик чтобы видеть выпуск новых сюжетов первыми сегодня я расскажу вам о том какие летники тренде то есть в моде сезоне 2021 года и так немножечко поменялось садовая мода на летники что же сейчас модно что такого интересного можно и нужно посадить саду чтобы он был не как у всех а своим со своей особенной изюминкой про вегетативную примулу я думаю вы наслышаны и без меня но тем не менее я повторюсь что действительно она сейчас бьет все рекорды популярности и и не выращивают семенами и и покупают рассады размножают черенкованием либо вы можете купить вот сейчас как я такой кустик петунии и после окончания вегетации в сентябре начеренковать вот такие фрагменты стебелечка в петунии и у вас на следующий год уже будет своя рассада взгляните это петунии серии звездное небо у разные по-разному она может быть названным сейчас даже пытаются ее в семенах продавать но она довольно таки быстро израстает она выстреливает такие длинные побеги и цветение заканчивает на месяц раньше чем вегетативная и так вот она с таким белым видео вот здесь от крапа больше а здесь пытается прорваться и истинный цвет то есть один из родителей вот он вот это такой насыщенный малиновый тон а это петуния полуампельная она у вас будет шикарно смотреться как в озоне так и кашпо под весном я ее высаживаю в балконные ящики мне нравится когда ее плети спускаются вниз со стены балкона вот такая петуния смотрите я думаю что вы ее уже тоже успели полюбить потому что часто ее даже и для городского зеленения стали использовать потому что она действительно самая стойкая вот если вот эта петуния у вас в озоне на улице дождь прошел все как тряпочка в дребезге я ее после дождя мне приходится обрезать даже делать стрижку чтобы стимулировать отрастание новых побегов потому что она никакая сильный дождь ураган и ветер она не держит к сожалению а вот эта петуния будет радовать вас весь сезон она шикарно будет выглядеть даже после самого сильного ливня вот взгляните и достаточно одного растения на 5 7 литровая кашпо лучше конечно брать 7 литров это что касается петунии да вот такая еще есть петуния тоже смотрите а в моду входит так называемая петуния звездами и у нее каждый цветочек такими полосами то светлое то темное этакие звезды а различные бывают окраски различные тона сочетания вот такая яркая двухцветная петуния напомню она тоже вегетативная ретро летники к нам возвращаются это лантана это забытый летник который когда-то лет 50 а то и 70 был практически во всех полисадниках лантану можно высаживать как литник а можно перед первыми заморозками забрать ее в горшочек сделать ей короткую стрижку и выращивать на подоконнике до следующего сезона около трех даже пяти лет она у вас может таким образом просуществовать такой легкий легкий лимонный аромат очень интересная еще один ретро летник это гелиотроп лантана конечно более такой более ретро летник чем гелиотроп очень популярен тоже сейчас этот летник тоже можно попытаться сохранить на зиму он неплохо черенкуется здесь только распускаются вы такие шапки фиолетовых цветов а видела знаете даже в каталоге но не в магазине есть семена в заграничном каталоге семена розового и белого гелиотропа ну к сожалению они закончились на тот момент когда я их увидела кстати если вы хотите узнать больше про эту сирень которая за мной пишите в комментариях сделаю для вас сюжет сочетайте вот эти два летника и ваши композиции будут неповторимыми ни у кого таких не будет алисум алисум сейчас популярен ампельный алисум а вы можете высаживать его в кашпо лучше конечно если они будут темного цвета а мне нравится высаживать его помните мои прошлогодние сюжеты по краю розария меня приподнятые розы приподнятых посадках примерно 30 40 сантиметров оформлена плоским шифером и когда с него свисает вот такой водопад белых цветов алисума это невероятно красиво плюс аромат медовый вот как будто бы открыл улей вот этот где мед в сотах это абсолютно медовый аромат а становится популярны и пеларгония пеларгония в любых проявлениях изональная это которая у нас всегда была на окне геранию еще называли и королевская пеларгония посмотрите какая красотка разных тоже тонов бывает а ее также забирают перед заморозками домой но если в условиях квартиры честно вам скажу сохраняются не все бывают выпады но бывает что можно сохранить конечно лучше ее поставить прохладное место на зиму и обеспечить ее подсветкой но если вот эту пеларгонию ту самую которой мы привыкли можно высадить в вазоны и абсолютно не опасаться за ее здоровье то зональной пеларгонии немножечко другая история она не любит ветра она не любит сквозняков поэтому я ее высаживаю в красивое кашпо и оставляю на столе на террасе как раз у меня окна как у всех на террасе много окон сделаны и хватает освещения плюс нигде не дует там она чувствует себя просто роскошно а если вдруг у вас есть застекленное крыльцо или беседка тоже можете попробовать ее выращивать там обычная наша пеларгония есть видите с такими разноцветными листьями с красивыми есть желтыми листьями с коричневыми пеларгония сейчас популярнее петунии потому что в отличие от цветов петунии пеларгония отлично держит дождь и ветер вот ничего с ее цветами не происходит и у нее более длительный декоративный период чем у петунии то есть если петуния как-то израстает а пеларгонии нет она будет радовать вас своим цветением и сейчас все чаще можно увидеть в продаже различную пеларгонию кашпо высаживают зональную которая вот такая плетистая свисает из кашпо а и разную-разную из семян проще чем петунию вырастить она не подвержена черной ножки и чувствует себя прекрасно если у вас есть даже своя пеларгония которая на окне у вас из года в год растет возьмите ее привезите в сад чуточку обрежьте чтобы она была покомпактнее и вы удивитесь тому как она преобразится за лето это будет настоящий отпуск для нее бегония бегония тоже сейчас становится невероятно популярна это также можно отнести к ретро летником клубни вам вернее цветам все равно мы их выращиваем да как летники пытаемся конечно сохранить не всегда это получается но тем не менее бегония тоже становится вновь популярной поэтому имейте ввиду есть и ампельная бегония есть и вечно цветущая и вот такая клубнивая вся она роскошно выращивайте летники наслаждайтесь их цветением и пусть ваш сад будет всегда самым роскошным а с вами была Светлана Самойлова пока